Самарские новости спорта Чтобы попасть в финал соревнований, кроме побед на поле, нужны победы и в добрых делах. Например, принять активное участие в субботнике. А за мастерство на поле на фестивале «Добрый мяч» отвечают игроки «Крыльев Советов». Звезды футбола Самарской области с удовольствием делятся секретами игры с начинающими спортсменами. Я уже много занимался, где-то с 9 лет. Я пытался, тренировался. Вот мы, когда подростки были на «Крыльев Советов», на турбазу ездили к ним, видели их. Попасть или в команду «Крыльев Советов» лучше хочу. Сергей Шевченко 4 года назад впервые провел футбольный турнир для тольяттинских детей-сирот. В прошлом году на молодежном форуме «Иволга» на смене поколения «Добра» выиграл денежный грант на реализацию своей идеи уже в масштабе всей Самарской области. Останавливаться на достигнутом не намерен. «Есть такая задумка в 2017 году уже привлечь 5 регионов, потому что это будет пятый юбилейный фестиваль. А в 2018 году мы хотим уже задействовать города участников чемпионата мира, которые будут принимать чемпионат мира. И это реально организовать, потому что в каждом городе, в котором будет проходить чемпионат мира, есть определенные поля, есть определенные футболисты, которые могут для ребят организовать такой праздник». Финал доброго мяча областного масштаба пройдет в Тольятти в футбольной академии Коноплева в День защиты детей 1 июня. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.